Друзья, всем привет из Волгограда! С вами Светлана. И наконец-то я оформила картину своей мечты. Свой любимый дизайн, о котором грезила много лет. Нашла его в оригинальном наборе, вышла. И он у меня почти целый год лежал и ждал оформления. Это дизайн от Dimensions, раритетный. Называется Birch Point. Ну, перевести можно как мыс, березовый мыс. Я в оформлении его и видела именно таким. И хотела его видеть таким. Достаточно такая простая, классическая, строгая рама. Без всяких финтифлюшек, без золота, естественно. И вот благодаря Наталье, приемщице из Волжской багетки, эта мечта у меня осуществилась. Даже более того, мы с ней смогли подобрать такое классное оформление, что вот я сейчас смотрю и не могу налюбоваться. Если честно, как вы видите, показываю поближе. И прошу прощения за отражение. Но по-другому никак, а хочется вам все-таки показать ее поярче. Поэтому я снимаю сейчас на лоджии. Паспарту здесь бархатное. Это первая работа моя, оформленная с бархатным паспарту. И мне очень-очень нравится. Сам цвет паспарту как будто бы продолжает цвета, которые в картине. Вот эти вот коричневатые, желтоватые. Да и сам цвет канвы. Здесь вы видите такой бежевый кофе с молоком. Кстати, здесь 18-го аккаунта Аида. И для того, чтобы придать картине глубины, мы сделали вот такой слип, который перекликается с самим багетом. Багет здесь выглядит как деревянный. Но он на самом деле не деревянный. Это пластиковый багет. Но, как говорится, самое главное не то, из чего он сделан, а как это все выглядит в общем и целом. Я просто вот влюбилась в то, что получилось. И картина, конечно же, приобрела новое звучание. Ну, конечно, в любом случае оформление всегда делает из нашего рулончика, вышивки, настоящий шедевр. Значит, по цене. Здесь багет пластиковый, но паспарту бархатная. В общем-то, это оформление мне обошлось в 1890 рублей. Смогла уложиться в пределах 2000. И я очень довольна. Потому что сейчас цены, конечно же, ужасные на багет. И вот особо не наоформляешься. Но, тем не менее, размер работы уже в оформлении получился 54 на 43 сантиметра. Тоже такой, ну, не сказать, что супер большой, но такой хороший средний размер. Собственно, всегда димовские большие голды, они вот приблизительно такой размер в оформлении и имеют. Видео с готовой работой у меня есть на канале. Это одни из первых видео, которые я выкладывала у себя. Там есть и процесс, и видео с готовой работой. У меня в этой работе полиняли нитки. Если присмотреться, вот здесь, где карета, вот это место, вот здесь. Здесь потекли коричнево-красные нитки. И вот на знаке, вот на этом знаке тоже случилась такая беда. Ну, в общем-то, это не так, не сильно испортило работу. Тут все в таких коричневых тонах. В общем-то, это меня не сильно расстроило. Тем более, я прекрасно знала и знаю, что американские наборы в американской сборке нитки бывают и линяют. Особенно коричневые, красные бывают, да. Но вот коричневые чаще всего я вижу и у девочек. И вот у меня такое дело случилось. У меня еще такое было на собрании мишек, где мишки с одеялом, такой тоже димовский большой голд. Ну, там тоже совсем немножко, это незаметно. Кто не знает, не заметит. Короче, самое главное, что работа готова. И теперь она уже готова у меня окончательно. Ну, это вообще потрясающе. Что сказать? Приятно, когда оформляешь готовые работы. Вот только еще бы, где бы взять на это средство. Потому что мой рулон, несмотря на то, что я уже вот несколько работ оформила, он все равно еще очень-очень тяжелый. Впереди еще много оформлений у меня предстоит. А если учитывать, что у меня работы постоянно новые вышиваются, то это, да, какой-то круговорот картин в природе. Вот. Ну, на этой ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам мега-вышивального вдохновения. Творите красоту, вышивайте, оформляйте, показывайте, делитесь и вдохновляйте всех нас. А с вами была Светлана. До новых встреч в эфире. Пока, друзья.